приветствую друзья на связи андрей жариков сегодня хочу взять интервью у замечательного лидера компании копплей аиды бусыгиной привет аида и хотели вот сегодня поговорить о том что из себя представляет компания копплей расскажи для начала как то вообще с ней познакомилась я могу сказать что познакомилась я в апреле двадцатого года с этой компании бизнес меня заинтересовал но поняла что нужно с этим продуктом разбираться поэтому начала изучать поняла что это хороший инструмент и начала работать это получается уже полтора года назад а до этого скажи ты уже работала в сфере инвестиций или вот по подобной сфере или это что-то для тебя совсем новое я могу сказать что я по образованию имею высшее экономическое образование работала в банке затем работала в страховой компании в страховом бизнесе обстанно сказала возглавляла территориальное управление известной компании на урале и работала в целом по россии именно в части финансовой деятельности конечно финансы всегда сопровождали мою жизнь и безусловно все что связано с финансами было очень интересно и понятно вот таким образом это не новый для меня проект но нужно было конечно все понятия и чем тебя вот зацепила концепция как вы этот бизнес дает колоссальные возможности то есть дает максимально воплотить в кратчайшие сроки вот те задумки те тот потенциал который ты можешь использовать да то есть на пользу как себя там развитие и как личности с точки зрения изучения новой сферы деятельности но и в том числе и содействие я бы сказала общество потому что когда ты лучше развиваешься сам вокруг себя жизнь становится тоже лучше соответственно ты можешь влиять положительным образом и на окружающих и люди могут получать реальную пользу от ли отличная мысль полностью и разделяю но вот согласись ты говоришь что ты работала в страховых компаниях страховые компании особенно если они на рынке уже много лет они себя зарекомендовали они очень надежны когда ты привлекаешь человека в такую компанию ты не опасаешься что эта компания через год и честнется рынка то есть когда мы говорим о новых компаниях которые вот недавно появились всегда у людей есть опасения а вдруг чего да вот после изучения как ты говоришь компании что теперь придало уверенности почему ты считаешь что это именно долгосрочный проект могу сказать компания килокей фондейшин была организована крупнейшими корейскими компаниями такими как груз компании которая входит в большой холдинг и пушин который занимается 2008 года инвестированием в шоу-бизнес продюсированием и созданием фильмов музыки и телевизионных передач всевозможных спортивных программ обучающих программ то есть это реальный бизнес работающий с 2008 года кроме того есть компания супер грейсит которая работает с 2013 года и занимается разработкой компьютерных игр соответственно это нормальные совершенно компании с точки зрения ведения классического бизнеса которые работают на земле с обычной аудитории и безусловно нет сомнений о том что компания те непрофессиональные каким-то образом вызывают определенные сомнения то есть могу также сказать позже нам добавилась компания medium и на сегодняшний день эта компания лидер в мире по созданию скорости для блокчейн технологии на сегодняшний день технология уже их разработана до 100 тысяч транзакций в секунду компания стремится сделать до миллиона транзакций в секунду и войти в десятку крупнейших компаний мира по капитализации то есть у них цель именно ускорить блокчейн чтобы он делал максимальное количество транзакций безусловно и благодаря этому сегодня уже произведена сертификация до 15 тысяч транзакций официально имеются документы и на аппаратном уровне компания medium внедряет вот эти скорости для крупных корпораций и соответственно выигрывает тендеры государственных структур южнокорейских был создан блокчейн и система взаиморасчетов для скоростных железных дорог южной кореи сейчас выигран большой тендер для монетного двора южной кореи кроме того заключен огромный контракт с китайским огромным холдингом которые поставляют именно услуги в части создания блокчейн блокчейна для в том числе и китайского правительства то есть это все документально можно ознакомиться в открытой печати и есть безусловно этому все нужные подтверждения хорошо смотри получается есть компании уже можно сказать с историей которые работают больше десяти лет и успешно себя чувствуют на рынке возникает тогда вопрос а зачем им нужны вот простые инвесторы простые граждане зачем им приходить в россию например и рекламировать какие-то возможности если у них и так все хорошо могу сказать что на этапе открытия платформы то есть платформа киоке это платформа цифрового контента главная идея как раз создать конкуренцию google play маркету apple store крупным монополистом в этой отрасли да и соответственно инвесторы как таковые были изначально корейские и просто сами крупные инвесторы по себе не интересной платформе потому что главная идея это получить конечных пользователей этой платформы то есть как раз частных лиц которые будут использовать этот контент для себя для получения услуг товаров также там есть возможность покупки товаров услуг вот и безусловно это очень важный момент нужны частные лица для того чтобы могли пользоваться этим приложением как обычные граждане то есть получается есть известная площадка google play app store для платформ для айфонов и как play получается конкурирующая платформа то есть они хотят привлечь часть пользователей на свою сторону и и насколько я понимаю ну хотя вот ты озвучила да то есть уже мы говорили немножко это все-таки млм компании сетевая компания или это компания с элементами сетевого маркетинга я бы не сказала что это просто сетевая компания потому что вот например компания кей клевис которая инвестировала в нашу платформу 64 миллиарда долларов данная компания не инвестирует в сетевые компании и в компании со сроком жизни менее 10 лет то есть был применен могу сказать механизм для привлечения определенной аудитории на первоначальном этапе да есть возможность партнерского дохода зарабатывания но это один из инструментов которые компании используют настоящий ближайший период в дальнейшем компания планирует именно перейти уже на акционирование и дать возможность стать нам акционерам компании то есть собственниками в этом бизнесе то есть получается вот создается альтернативная площадка ок play и участники могут быть ее акционерами то есть совладельцами но могу сказать для чего это сделано до изначально вот эта идея то есть главная идея о южной кореи это дать возможность всем получить ту же определенную определенный доход который компания имеет также при развитии своих обычных классических бизнесов то есть за счет продажи товаров услуг контента в том числе рекламного доход дохода получения компания делится с нами своими доходами вот то есть дает нам возможность участвовать в развитии этой платформы и соответственно благодаря тому что мы вкладываем свои усилия она с нами делится определенной частью своих доходов сегодня не могу сказать что там также яндекс google или другие крупные агрегаторы дают нам такую возможность но может быть это был бы хороший для них пример привлечение сейчас также свою аудиторию кстати может быть вот яндекс инвестиции сейчас запускается платформа да насколько я понимаю то есть по тому же принципу кстати начали многие компании также развиваться и российские поэтому эта тенденция думаю будет сохраняться и развиваться в дальнейшем как нашей стране ну и за рубежом естественно то есть получается принципиальная разница что google play и appstore они зарабатывают на продвижении приложения думаю мы все в зависимости кто пользуется android мы или айфонами да мы скачиваем приложение но при этом вот и буквально перед интервью там новость что google play например берет комиссию аж 30 процентов за продвижение приложений то есть получается компании на этом зарабатывают но они делятся с обычными пользователями а в как play они собираются делиться вот этой прибылью которая будет получаться на платформе она не только будет а сейчас уже компании делятся и если какая-то уже статистика на данный момент у ты сказала что ты получается в компании уже на полтора года да то есть уже сама платформа как play существует или она еще в стадии разработки она существует она в октябре как раз в открытом широком использовании уже как два года находится до этого компания тестировалась в китае и благополучно все элементы этой платформы были проработаны полностью было создано приложение качественно отработаны все процедуры в нем и соответственно мы получаем здесь и сейчас результаты но могу сказать сейчас эта платформа создана на базе эфириум и в дальнейшем будет как раз введение киоке майонет на сегодняшний день могу сказать что порядка 40-50 проектов международных то есть имеют собственный блокчейн вот в данной теме да и попасть и создать вот именно по технологии блокчейн платформу это достаточно очень затратно и трудоемко но более того она должна быть качественной функциональной и скоростной благодаря тому что один из наших партнеров medium создала создали такую технологию благодаря этому наша платформа становится одной из лучших и южная корея стремится ее сделать в тех 50 крупнейших платформах самый передовой могу сказать что главный архитектор нашей компании нашей платформы юнг чон это очень известная личность он курировал более 40 проектов международных и на сегодняшний момент он сказал что фактически благодаря тому что он участвовал в очень крупных проектах и он профессор кстати ему удалось победить трилемму блокчейна то есть когда есть развитие платформы масштабирование происходит снижение либо скорости либо безопасности да соответственно благодаря нашим технологиям сохраняется скорость и вопросы безопасности также решены вот поэтому я считаю что это тоже очень важный момент в развитии нашей платформы что именно архитектор является одним из лучших специалистов по данной теме скажи пожалуйста вот хорошо концепцию как play как альтернативу до google play и appstore я понимаю а причем здесь блокчейн то есть именно руководство компании видит что сейчас это тренд именно все движется в сторону блокчейн и криптовалют и поэтому хочет занять эту нишу могу сказать да сейчас идет четвертая революция но все мы на себе это ощутили и безусловно и искусственный интеллект и технология блокчейн это как раз главное ядро вот этой четвертой революции да соответственно создавая новый продукт не вовлекая трендовые вещи да то есть изначально создавая более продукция прежнего поколения не имела смысла как такового да соответственно если мы стремимся к созданию самой передовой платформы то должны быть использованы самые новейшие технологии и юнг чо как раз таки сказал что все те технологии которые будут совершенствоваться в ближайшие три года они будут все внедряться в эту платформу и соответственно мы можем ими пользоваться как на одной из лучших платформ которая берет все самые последние новинки в технологиях возникает вопрос а какую пользу ощутят конечные пользователи допустим на площадке там appstore или google play человеку нужно приложение он взял там и оплатил например картой обычной картой на платформе cook play я так понимаю нужно будет оплачивать криптовалюты то есть просто появится больше вариантов оплаты или вот в чем преимущество для пользователя во первых более качественный контент может быть использован то есть так как площадка глобальная будет и технология блокчейн позволяет сохранять максимально авторское право создателей контента да именно эта технология дает возможность сохранять это все и соответственно пользователи получают хороший качественный контент интересный контент без навязчивой рекламы отчасти да но рекламные блоки будут безусловно но это не в такой агрессивной форме как в настоящий момент это используется допустим на телевидении да то есть здесь немного другой подход то есть если ты замотивирован и тебе интересна реклама ты можешь посмотреть и воспользоваться услугами но не постоянная вот раздражающая реклама то есть могу сказать что эта платформа более более лояльно может быть пользователям да и по-английски говорит юзер-фрэндли дружелюбно пользователя дружелюбно и тем не менее будет помещен тот контент который интересен пользователям в том числе не только с позиции политики того же google play-маркета там или apple store да в настоящий момент некоторые приложения и контент не размещаются на тех платформах потому что они не проходят какую-то политику внутреннюю размещение да потому что там google play-маркет против и не объясняя причин просто какие-то там стартапы более экологичные для общества интересные проекты просто не размещаются потому что это экономически нецелесообразно стартап не дает тех больших ресурсов которые они могли бы получать уже из других приложений соответственно есть определенная вот этот тотальная тотальный контроль со стороны google компании и как раз южная корея дает возможность альтернативного размещения цифрового контента вот несколько раз повторил слово контент то есть если я правильно понял там будут не только приложение но и видеоролики музыка то есть контент в самых разных формах и насколько я понимаю логика такая там тоже будет реклама но например если ты являешься партнером платформы ты осознаешь что часть от прибыли от этой рекламы ты в том числе получаешь то есть если мы рассмотрим ролики на ю тубе или в социальных сетях там тоже крутят рекламу но мы понимаем что мы ничего с этого не зарабатываем на этой платформе можно зарабатывать то есть части прибыли полученной от рекламы также будем иметь определенного дохода прозвучала такая в общем-то впечатляющая сумма 60 сколько 2 64 миллиарда то есть эти средства были потрачены вот в целом на создание вот этой инфраструктуры или или вот на что но безусловно на создание изначально платформа само воплощение на подключение тех специалистов айти специалистов внедрение этого всего я так понимаю с такими вложениями они наверное нацелились стать ну не больше не меньше наверное одной там из лучших до платформ то есть у них не должно быть недостатка финансирования и там в раскрутке и так далее и вот существует ли какая статистика сколько уже на данный момент пользователи этой платформы за время существования на сегодняшний момент более 600 тысяч пользователей в начале компания ставила планку получения 100 миллионов пользователей сейчас уже видим горизонт 300 миллионов пользователей но в дальнейшем там будет уже более глобальное распространение таким образом то есть рост получается происходит быстрее чем даже ожидал руководство компании я думаю что в рамках как раз запланированной своей маршрутной дорожной карты происходит как раз наращивание этой аудитории хорошо то есть мы поговорили с точки зрения пользователя а вот что можно сказать именно о финансовой составляющей многим людям интересен пассивный доход то есть как человек а может на этом зарабатывать есть определенная внутренняя мотивация пользователей когда мы замотивированы работать с этой платформой находиться в ней и получать свои плюшки так сказать благодаря тому что у нас есть мотивация аудитория растет и соответственно мы можем также и контент покупать на и отчасти тоже получать определенный доход из этого вот таким образом есть варианты не очень понимаю что такое покупать контент в настоящий момент в том числе у нас это возможность есть то есть внутри приложения есть разные разделы есть новостная лента есть контент цифровой где размещается то есть это игры фильмы а сюжеты есть также музыкальные ну то есть то что предлагают другие платформы уже можно приобретать это музыку там или видео фильмы этот момент тоже есть безусловно но есть и действительно есть пассивный доход от того как ты развиваешь платформу есть возможность и популяризировать приложение либо непосредственно быть часть инвесторов я так понимаю там есть несколько пакетов до начиная вот скольки-то до скольки-то да да мы можем работать с платформой от 300 долларов в зависимости от этого мы поговорили о том что пассивный доход есть это хорошо потому что многим как раз это интересно и насколько поскольку компания плотно связана с блокчейном с криптовалютами если своя монета да могу сказать что монета есть она называется киокей токен и соответственно когда будет запущен киокейн майонет будет как раз киокейн 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 кстати могу сказать что переводится как кистону в аппатюнити нолич это краеугольный камень возможности и знаний мы немножко эту тему не затрагивали для чего создаются вообще монеты до в настоящий момент потому что очень актуальная тема сейчас мир движется безусловно происходит изменение в нашей действительности и отчасти разные монеты для разных проектов имеют разный функционал так сказать у нас монета для того чтобы было в глобальном масштабе можно было работать с платформой как раз имеется данный токен и соответственно мы можем также покупать весь цифровой контент благодаря этой монете и кроме того сейчас вы знаете там много очень платформ запускает свою мета вселенную это понятие сейчас активно входит и естественно под это подкрепляется метаномика у проектов что это значит то есть вот как раз то что мы сказали сейчас идет происходит как раз 4 айти революция и происходит смешение виртуальной реальности и действительности благодаря этому определенные ресурсы которые есть в виртуальной реальности могут быть использованы во благо реальной действительности да то есть можно определенные продукты в части допустим образовательных услуг получать то есть это уже смешанная реальность и восприятие действительности у людей происходит ну вернее получение тех же знаний происходит более быстрыми темпами благодаря тому что есть эмоциональная составляющая при вот этом контенте когда мы имеем то есть в части образования есть такие возможности есть при покупке товаров одежды например то есть человек может на себя в виртуальной реальности фактически примерить необходимую вещь подходит она ему по размеру по цвету по модели то есть можно это все непосредственно примерить внутри приложения и либо ее купить либо сразу на этапе выбора отказаться да с точки зрения медицины кстати тоже есть возможность диагностирования и использования данных сервисов что очень тоже полезно вот то есть благодаря этому как раз создается возможность использования вот этих ресурсов во благо текущей действительности это очень важно то есть мы можем немножко шире смотреть на нашу действительность но безусловно это подкреплено той монеты которые существуют и могу сказать что наша монета листится на пяти крупнейших биржах это zbg битрикс бит хамп но он же бит глобал q coin тоже очень крупная там входит в пятерку крупнейших бирж мира и ход бит могу сказать что на коэн маркет кэпе позиция у монеты сейчас порядка 240 место имеет из двенадцати тысяч монет который на сегодняшний день присутствует на рынках соответственно задача которую ставит южная корея подняться и быть в пятидесяти крупнейших монетах она совершенно реально и исходя из той дорожной карты которые они запланировали до 2030 года это совершенно достижимая цель вот особенно после запуска кио кейн майонет это я думаю что колоссально увеличит ресурс монеты и соответственно вообще в принципе потенциалу монеты войти в десятку крупнейших монет мира что с курсом вот за время ее существования стабильно растет падает значит она поступательно растет принципа у этой монеты кардинально отличается от других видов монет например есть главная идея то есть те компании которые инвестировали в начале на создание платформы было значит всего в проекте будет 5 миллиардов монет которые утверждены протоколом до соответственно и размещены на платформе эфириум из них три с половиной миллиарда удерживаются у собственников бизнеса и только полтора миллиарда монет находится в общем обороте да поэтому есть огромный инструмент к тому чтобы можно было регулировать эту монету то есть она не спекулятивная она не в ли не поддается там каким-то манипуляциям извини да то есть тем новостям когда мы там же слышим там такой-то политик сказал вот то то например или там а другой ответил что-то иное да и это очень колоссально влияет на монеты в нашем случае это монета не очень интересно спекулянтом потому что есть определенная экономика монеты есть механизм влияния на эту монету есть экосистема благодаря чему покупая тот же например цифровой контент монета сгорает при этом происходит ограничение монеты на рынке и кроме того из своих трех с половиной миллиардов собственники бизнеса также могут производить сжигание монеты что также и и ограничивается так называемая ограничивает хождение соответственно это приводит к планомерному росту и нет тех вот этих вот скачков прыжков скажи пожалуйста что можно сказать о партнерской программе потому что пассивный доход конечно интересен но есть люди которые готовы работать как приглашать своих знакомых если бизнес нравится да безусловно есть хорошая партнерская программа она предполагает оплату мотивацию за работу с партнерами компании то есть как обычные менеджеры в магазине получают свою зарплату таким образом здесь также есть определенная мотивация могу сказать что на сегодняшний день может быть одна из лучших из всех возможных проектов которые вот есть на рынке ну то есть нужно будет просто взять изучить и начать работать хорошо вот я уже до интервью мы немножко беседовали слышал о том что лидеры кокплей имеют хорошие чеки вопрос тогда в том за счет чего достигаются вот эти крупные чеки то есть в чем особенность данного маркетинга чеки складываются по-разному то есть есть определенный пассивный доход есть безусловно от холда монеты в том числе ну и есть партнерская программа кроме того бывают у платформы например запуск какой-нибудь игры и мы можем участвовать как тестирующие игру так сказать персонал то есть перед запуском широкий доступ компания может дать возможность нам на промоушене заработать в том числе именно как то есть тестировщики данной игры например и бывает что действительно это очень выгодно и интересно то есть кроме того кстати есть возможности и на бирже также при обычном трейдинге определенную долю доходов иметь из этого ну в начале интервью ты упомянула что у тебя был опыт работы руководителем в страховании то есть как бы ты не новичок в продажах да можно сказать вот если сравнивать тот опыт и работу в как play ну что можно сказать то есть чувствуешь ли ты что действительно здесь кардинальная разница вот в плане доходов отдачи и так далее могу сказать что это на порядок лучше действительно но в страховании там и финансах там меньше инструментов я бы сказала и нет тех тех передовых технологий на сегодняшний момент которые могли бы конкурировать с данными технологиями и это действительно так но вы знаете что сейчас в том числе и банковский сектор испытывает определенные сложности и действительно крипто индустрия на сегодняшний момент является конкурирующим уже сегментом в экономике до который конкурирует и с банками с финансами с разными прочими прежними сервисами почему кстати государство сейчас и запускают цифровые деньги то есть наш же центробанк запускает цифровой рубль сбербанк запускает сберкоин то есть если мы сейчас как господин медведев несколько лет говорил если мы не переориентируемся и не будем идти в ногу с четвертой эти революции то возможно мы останемся на обочине жизни чтобы этого не происходило нужно безусловно эту этот сектор экономики изучать вникать и безусловно брать для себя все самое что нужно полезное в работе и в том числе кстати законодательство российской федерации позволяет работать в этом рынке есть возможность официально оплачивать налоги то есть мы можем по 3 ндфл по итогам года оплачивать 13 процентов как физлица получающие доходы с этого до кроме того мы как и п можем также декларировать наши доходы по виду деятельности соответствующему ну и соответственно быть полезными в том числе при оплате бюджетной составляющей поэтому главное правильно изучить вникнуть и начать работать отлично спасибо итак дорогие друзья в рамках короткого интервью у нас нет возможности рассмотреть проект прямо во всех деталях безусловно я думаю мы осветили благодаря аиде главные моменты да то есть аида поделилась именно что стоит в основе компании кто стоит те ресурсы те капиталы которые есть мы узнали что есть возможность как пассивного так и активного дохода и я так понимаю если кого-то заинтересовала данная информация он может получить ее либо на живых встречах да либо на вебинарах онлайн да да безусловно вся информация есть доступе да скажи пожалуйста насколько активно сейчас идет работа ну вот по городам если мы говорим именно о работе на земле говорят в офисах могу сказать в россии более 20 тысяч партнеров но в целом компанию уже работает в 140 странах мира поэтому идет дальнейшее развитие платформы и действительно в россии проект запускается и создатели платформы приглашают российских продюсеров кинопродюсеров создатели игр также поучаствовать продвижение своих товаров и продуктов естественно на этой платформе поэтому российский контент будет тоже загружаться в эту платформу и соответственно можно при этом участвовать вот в продвижении наших же также проектов ну вернее продуктов и за рубежом то есть пользователи могут получать российский контент других странах мира кстати он очень хорошо пользуется спросом тогда у меня возникает вопрос как у блогера то есть если кто-то записывает свои видео может ли он делиться своим контор контентом внутри безусловно каналы будут созданы эта возможность есть как в ютюбе по аналогии с ютюбом эта возможность будет у других блогеров ну что ж друзья отлично очень интересная возможность и пожалуйста аида поделись ну подведи резюме и в какие-то твои пожелания нашей аудитории я желаю чтобы вы все-таки вникли в этот проект посмотрели его немножко даже не с точки зрения стереотипного мышления да потому что бывает опыт тяготит вот поэтому здесь совершенно другой уровень бизнеса это глобальный бизнес международный и на сегодня могу сказать что аналогов я бы не сказала что много тому чтобы кто-то начал составлять действительно широкую конкуренцию нашим глобальным монстром американским поэтому здесь нужно действительно вникнуть с точки зрения серьезности бизнеса все изучить ну и принять для себя решение интересен ли вам этот инструмент и как вы его можете использовать своей обычной жизни отлично спасибо ну а те кто хочет детально разобраться добро пожаловать на вебинары либо на живые встречи в различных городах спасибо большое и дизайн интервью всего доброго друзья спасибо андрей тоже global star club возможности безграничны